Глава 89 – Рассвет Клянусь зарею Клянусь десятью ночами Клянусь четом и нечетом Клянусь ночью, когда она проходит Неужели этих клятв недостаточно для обладающего разумом? Неужели ты не видел, как Господь твой поступил с аддитами Народом Ирама, обладавшим колоннами, воздвигавшим высокие здания с колоннами или обладавшим могучим сложением и огромной силой Подобных которому не было сотворено в городах С самудянами, рассекавшими скалы в лощине С фараоном, владевшим кольями, обладавшим множеством воинов, которые поддерживали его власть, подобно тому, как колышки поддерживают шатер, или привязывавшим людей к кольям во время казни Они приступали границы дозволенного на земле И распространяли в них много нечестия Тогда твой Господь пролил на них бич мучений Воистину твой Господь в засаде предоставляет отсрочку грешникам, чтобы затем неожиданно наказать их за ослушание Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, тот говорит, Господь мой почтил меня Когда же он испытывает его, ограничивая его в пропитании, тот говорит, Господь мой унизил меня Но нет, вы же сами не почитаете сироту Не побуждаете друг друга кормить бедняка Жадно или целиком пожираете наследство И страстно любите богатство Но нет, когда земля разобьется и превратится в песок И твой Господь придет с ангелами, выстроившимися рядами В тот день приведут гиенну, и тогда человек поминет назидание Но к чему такое поминание? Он скажет, эх, если бы я заранее позаботился о своей жизни В тот день никто не причинит таких мучений, как он И никто не наложит таких оков, как он Обредшая покой душа Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольства Войди в круг моих рабов Войди в мой рай